Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Это послание лидера сильного и уверенного в своем будущем государства. Владимир Путин подчеркнул, что Россия и дальше будет защищать свободу, право на мирную и достойную жизнь. И прошедшие два года с момента начала СВО показали мощь нашего государства, которое сумело не только отразить агрессию международного терроризма, но и сберечь единство страны. Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов, на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная всепобеждающая сила. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую родину, отметил Владимир Путин. Президент озвучил много важных инициатив и поручений по социально-экономическому развитию России образование, культура, здравоохранение и спорт, сельское хозяйство и промышленность, поддержка материнства и детства, экономика и газификация, строительство и ЖКХ. В каждой отрасли предусмотрены те или иные меры поддержки, программы, инициативы. В фокусе внимания президента – семья, дети, их здоровье, образование и социальное благополучие. В рамках послания глава государства объявила запуски новых нацпроектов. Семья, продолжительная активная жизнь, молодежь России, кадры, экономика данных, а также ряд федеральных программ для участников СВО, время героев, земские работники культуры, переселение граждан из аварийного жилья. Все они направлены на улучшение качества жизни наших граждан, увеличение благосостояния людей. Все поручения будут отражены в шестилетнем плане развития страны и в работе регионов. Это послание, несомненно, войдет в историю не только нашей страны, но и всего мира. Ведь в очередной раз наш национальный лидер показал, насколько мощна великая и независимая Россия. За нами великое прошлое, но впереди не менее могучее будущее, полное побед и достижений, отметил Рашид Тимрезов. Стратегические задачи обозначил президент России на ежегодном послании Федеральному собранию. Особое внимание в нашей стране уделяют качеству жизни семей с детьми на поддержку рождаемости. Для этого и будет запущен новый национальный проект «Семья». Глава государства подчеркнул, что все меры, которые принимает государство в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат. Благодаря государственной поддержке количество многодетных семей с каждым годом растет. В республике реализуются проекты. Сегодня в дополнение к существующим были включены новые меры и программы «Цель поставлена». Теперь будет работа по ее успешной реализации совместно с другими министерствами и ведомствами. Комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметила министр труда и социального развития Карачева-Черкесии Динара Камурзаева. Как всегда, безупречное послание президента, как всегда, четкие установки. И уже сегодня мы понимаем, как мы будем строить нашу работу в ближайшие годы. Основные направления, на которые обратил внимание Владимир Владимирович, это, безусловно, улучшение демографической ситуации, улучшение социально-экономического развития страны. Очень большой акцент на многодетные семьи. И, безусловно, надо обратить внимание на новый национальный проект «Семья», реализация которого, безусловно, даст хорошие результаты. Это видно и по опыту последних пяти лет, в течение которых мы реализуем другие национальные проекты. Надо обратить внимание на то, что программы по активному долголетию также продолжают реализовываться. И сегодня Владимир Владимирович озвучил и это направление. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 4 плюс 1, в горах до 9 градусов мороза, а днем до плюс 16 и местами плюс 3, плюс 8. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 3, минус 5, а днем 11-13 градусов тепла. В рамках закрытия месячника военно-патриотической оборонно-массовой работы в 6-й средней школе Карачаевска прошло открытие парты Героя России Хамзату Бадахову. В мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов Карачаевского городского округа, работники образования, сотрудники различных силовых структур. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Двор 6-й средней школы имени Героя России Дугирби-Узденова украшен различными боевыми машинами. Здесь ощущается атмосфера тех далеких военных лет. В такой обстановке встречают всех гостей. Здесь каждый может попробовать на вкус солдатскую кашу, сваренную на костре. А в актовом зале образовательного учреждения для всех организовано было красочное военно-патриотическое мероприятие. Знаком событием в день закрытия месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы стало открытие парты Героя России Хамзату Бадахову. В 1937 году добровольно ушел на службу в Красную армию и поступил в Тамбовский военно-кавалерийский училище. Право открыть парту Героя было предоставлено сыну Героя России Рамазану Бадахову. Он поделился своими воспоминаниями о героической жизни своего отца и подчеркнул, что подобные мероприятия воспитывают любовь к родине и сохранению памяти великого подвига наших предков. Они стали героями не только потому, что были смелые, мужественные, таких было много, среди корочевцев большинство, просто они еще были обучены военному делу, причем обучены серьезно. Они были, что называется, командиры поля боя, и именно им предстояло встретиться с немецкими командирами и их войсками. Но и они не посормили свою родину. Гости мероприятия отмечали, что именно благодаря храбрости наших солдат в период Великой Отечественной войны мы живем в мире и благополучии, и поэтому в наше время нам необходимо сохранить единство и сплоченность, чтобы подобное больше не повторилось. Они спасли нас всех от коричневой чумы фашистов, показывая образцам мужества, совершая подвиг. Ради чего? Ради независимости нашей страны, наших народов. Ради этого дня, ради того, чтобы наша страна была независима. Заместитель председателя Совета ветеранов Карачаевска Ракай Алиев подчеркнул, что именно на таких мероприятиях формируется патриотическое сознание подрастающего поколения. Более ста народов подняли, Советский Союз защищали. Четыре года не щадили своей жизни, сколько отдали. Для них была честь дороже жизни. И точно так же воевали в Афганистане, и точно так же сейчас поют на Украине. Там погибают наши 20-летние, 30-летние, 40-летние, 50-летние. Кто заставлял 50-летню идти? Они добровольцы. Потому что у них воспитание, у них духовность. А где это? В школе, в садике, в университетах. Школьники читали стихи и исполняли песни военных лет, удивляя всех яркими танцевальными номерами. Али Ханлипшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Они особенные, отношения к ним требуются соответствующие. Особенное. Сегодня в Черкесске отметили День сенсорики, в рамках которого опытные логопеды-дефектологи и психологи провели занятия по проработке тактильного анализатора с детьми с особенностями здоровья. Мадина Каракетова подробнее. Асяк Гербекова – логопед-дефектолог. И в своей основной и главной миссии видит помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. И организовывая эту встречу, на которую приглашены более 20 детей, она ставила совершенно простую, но важную в конечном итоге цель – социализацию подопечных. Более пяти лет я работаю именно со сложными детьми, у которых есть сложные нарушения в развитии. И вот за этот период очень хорошая динамика пошла. И дальше этих детей надо социализировать. Нам нужны такие мероприятия, где они общаются, где они развиваются. И вот на данный момент вот такое мероприятие их развивает. Ограничения здоровья могут быть врожденными, обусловленными генетически. Или же изменения здоровья могут возникнуть в период роста детей, связанных с заболеваниями, травмами и тяжелыми психическими переживаниями. И необходимо принять все необходимые меры для того, чтобы научить ребенка жизни с ограничениями, умению справляться с ними. Ведь каждый человек в современном мире имеет право учиться и быть вовлеченным в общую жизнь, уверена Сиат Гербекова. Все это даст детям необходимые ресурсы для нахождения в социуме. И одна из таких возможностей – искусство. Специальный гость встречи – специалист по арт-терапии Елена Шедакова. Предложила на этом занятии проработать с детьми тактильные и зрительные анализаторы. Сегодня я хочу провести технику искусства с луашью, чтобы они поработали кистью, ватными палочками. Это не традиционная техника. Они сегодня будут работать в технике пластинографии, будут вылепливать пластилином картинку. Я буду создавать эскизы, показывать. Они будут за мной повторять. Кому нужна будет помощь, я буду подходить, помогать. Они начинают развиваться лучше. У них сенсорная моторика развивается, пальчики лучше работают, мышление развивается. Для них это очень важно. По мнению Елена Шедаковой, такие встречи и занятия помогут детям с ограничениями здоровья чувствовать себя нужными. Каждый раз узнавать себя с лучшей стороны. И самое главное – такие встречи – это возможность для общения. Ведь общение – одно из важнейших условий развития ребенка. Главнейший фактор формирования его личности – возможность познания и оценки самого себя посредством других людей. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкезия.